А сейчас, как я говорю, мы сегодня будем много поджигать, сгревать и завораживать. Хотите что-нибудь поджечь? А что вы знаете? У нас есть горючего. Есть, конечно. Конечно же у нас есть газы горючие. И с горючими газами тоже можно делать самые крутые на свете вещи. Так, берем немного газа. Опять берем мыльные пузыри. Будем поджигать мыльные пузыри. Хорошо. Ну давайте посмотрим, что у нас получится. Готовы? Поехали. Раз, два, три. Ну что, готовы? Попробуем еще разок. И... Еще будем поджигать? Да! Еще экспериментики я вам подемонстрирую сейчас. Наливаем сюда газа, побольше наливаем. И берем обычную колбочку. А вот, допустим... Видите? Да, пустая. Пустая абсолютно емкость. Тут вроде как тоже ничего нету. Ну вот, собственно, чем я сейчас занимаюсь. Все могли наблюдать. А теперь... Сосиски жарить можно? Сосиски жарить можно? Ну не знаю. Логично. Замкительная затея. Так, поджигаем еще разок. Вот так вот у нас переливаются тяжелые газы. Приготовили мы с вами чуть-чуть кислоты. Ну, я и я вам показывал, да, железо? Топливо мы как раз будем с вами получать из этого железа. Железо. Рвется на мелкие кусочки. Докидываем сюда. Докидываем. И посмотрите, что происходит. Железо. Баночка кислота начала разъедать. Это наше железо. А сейчас... Самое интересное. Я беру самую обычную перчатку. Она обоится. Еще. Да, мы же с вами взорвать что-нибудь хотели. Вот, собственно, разъедается наше железо из него. Испаряется топливо. Железо превращается в газ. Смотрите, что происходит с перчаткой. Она надулась от этого газа. Готовы? Да. Сотыкаем мышки и... Черт возьми. Это главное. Оп. Оп. Кому понравилось? Еще будем взорвать? Да. Поехали. Давай еще одну. Готовы? Да. Поехали. Даже меня немного обошло. Ладно, хорошо, закончили. Супер-супер-мега-крутая жидкость. Азот. 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 Сразу же начинает кипеть. Кипеть. Бурлеть. Так что ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах. Не мокайте туда руки. Не поливайте его на тело. И ни в коем случае. Не пейте. Азот. Там они же не покупают. Азот. 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 Если быстро мокнуть туда руку, ничего не будет. Но если мокнуть и оставить там руку, она превратится в стыжку и рассыпется. А как это будет? Давайте посмотрим на цветочки. Обычный цветочек. Обычный цветочек, да? Красивый. Кому цветы нравятся? Живые. Вот. Это живой цветок. Если мокнуть его в жидкий азот, подержать там немного, собственно, как и ваша рука, он разобьется на осколочке. Так, кто хочет попробовать разбить цветочек? Вы еще не пробовали, да? Вот иди сюда. Ребята, ребята, выйдите за забор. Я позову вас. Выйдите все за забор. Хорошо, давай ты, иди сюда. Ты. Держи. Держи. Все, остальные попадем. Выходим, глазопорчик. Значит, вот, чаша у меня с живым азотом. Аккуратненько. Могай. Держи, 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 держи. Видишь, как он кипит? Доставай и разбивай. Ободнос разбивай его. До конца. Вот, в осколки прямо. Ниже. Опускай, ниже. Опускай, опускай. Полностью. Вот так вот. Хорошо, доставай. И ободносы разбивай. Вот так вот. Так, доставай, разбивай. Могайте вдвоем. Замораживаем, замораживаем наш шарик. И с воздухом внутри что будет? С воздухом. Он тоже замерзет. Видите, воздух сжимается. Потихонечку. Замерзает. Добавим еще азота. Не хватило нам, чтобы заморозить весь воздух. Воздух очень медленно замерзает. Очень сложно его на самом деле заморозить. Поэтому не останавливаемся. Смотрите уже, шарик какого у нас размера. Вот, и почти, почти. Как зеленая лизишка. А теперь, кто видит, что внутри шарика? Видите жидкость внутри шарика? Ребята, это и есть жидкий воздух. Жидкий кислород. Видите? Потрогай. Да. А теперь, а теперь, за забор. А теперь. Нагрели шарик и воздух опять испарился. Воздух нагрелся. Опять до обычной комнатной температуры. Разлился и шарик у нас до обычных размеров. Держите шарик. Нет. Нет. Это же просто шарик. А теперь, ребята, выходим за заборчик. Выходим за заборчик. Выходим, выходим, выходим. Значит, смотрите. Я вам говорил, что ни в коем случае пить жидкий азот нельзя. А знаете почему? Сейчас я вам покажу. Жидкий азот, это жидкий газ. Когда жидкий газ испаряется, он очень-очень сильно раздувается в размерах. Очень большой объем газа становится. И если он выпьет, вы выпьете его, и он попадет к вам в лудок. Собственно, я вам сейчас продемонстрирую, что будет с желудком. Вот полбутылки жидкого азота у нас есть. А и берем опять шарик. Это будет наш желудок. Если шарик попадает к нам в желудок, моментально смотрите, что происходит. Моментально он начинает раздуваться. Испаряться. Замерзает наш желудок, да, в первую очередь. Так, слишком быстро замерз наш желудок. А это нет. Смотрим дальше. Ушки затыкаем. Кто боится громких взрывов? Не боится. Громких звуков. Вот так вот. Нормозку грелудок. Если выпить швидкий азот, то что никогда не пить швидкий азот. Будем еще взрывать? Да! Будем еще взрывать? Да! Будем еще взрывать? Да! Давайте еще. Продолжение следует...